Ушел и не вернулся. Утонул в водоеме. Погиб при пожаре. Пострадал в ДТП. Эти сухие казенные фразы, за которыми кроется целая трагедия, в Якутии все чаще стали говорить про детей, чья жизнь оборвалась, так и не успев начаться. Большинство несчастных случаев с детьми происходит по причине недосмотра взрослых. Не только недосмотра взрослых, но и, допустим, халатного отношения к тому же электрохозяйству. Не закрыли, не заперли щит. Не закрыли, не заперли, может быть, канализационный колодец, и ребенок туда провалился и утонул. Так что в большинстве несчастных случаев с детьми виноваты взрослые и, как правило, люди, которые несут опекунство. Опасности подстерегают детей на каждом шагу. Большинство несчастных случаев и случаев пропажи детей происходит в непосредственной близости от дома. И иногда даже в присутствии родителей. И в то же время вокруг дома очень много бывает, называется, объектов, представляющих опасность для ребенка. Как то канализационные колодцы, электрические трансформаторы, даже различные заброшенные объекты и стройплощадка. По мнению психологов, дети не в состоянии оценить степень грозящей им опасности и спасти свою жизнь. Ребенок еще в силу того, что у них нет жизненного опыта, они, конечно, не знают, что опасно, а что нет, что может принести вред. Ну и второй такой фактор, что любопытство детское, да, все интересно, что как устроено, куда можно пойти, какие-то люди могут позвать, незнакомые, тоже интересно, да. И еще один такой немаловажный фактор, это несчастные, неблагополучные семьи. То есть, когда ребенку дома плохо, и он тоже пытается куда-то убежать, спрятаться. И в основном часто очень происходят из-за этого несчастные случаи. Что же нам необходимо делать? Как обезопасить своего ребенка от возможных угроз? В первую очередь, не стоит оставлять детей без присмотра даже на минуту, на полминуты, потому что за эти полминуты может случиться буквально все, что угодно. Ребенок может уйти в неизвестном направлении, ребенок может залезть в электрический шкаф, ребенок может поджечь что-то или уронить что-то на себя. Бывают случаи, что даже в квартирах, внутри квартиры, дети роняют на себя шкафы, антресоли. То есть, не стоит оставлять детей, тем более маленьких, совсем маленьких, без присмотра ни на секунду. Особое внимание стоит уделить и безопасности детей на водных объектах. Родителям можем рекомендовать, самое главное, не пускать детей, все время знать, где они. Если ребенок собрался на воду, проконтролирует тот или иной водный объект, куда они собрались непосредственно, с кем они пошли, как надолго. И вообще детей от них отпускать на водных объектах запрещено. Прежде всего, ответственность за малолетних детей несут, конечно, родители. Однако, они не всегда способны полностью проконтролировать своего ребенка. Случаются форс-мажоры, и тут на помощь должны прийти сознательные граждане. Как раз таки сознательность наших заграждан мы решили проверить, устроив эксперимент. Нашим героем стал маленький мальчик, ему всего 6 лет. Он очень стеснительный и домашний, без родителя не привык находиться на улице. Окружив ребенка видеокамерами, установленными в скрытых местах, мы оставили его на площади Ленина в обед. Засекли время и стали наблюдать со стороны. Подойдет ли кто-нибудь из горожан к малышу? Поинтересуется ли, почему он совершенно один? И нужна ли ему какая-нибудь помощь? Мы честно ждали ровно полчаса, но, к сожалению, за это время никто из граждан нашего города не подошел к нашему малышу. И не поинтересовался, почему он столько времени сидит один на площади в центре города. Горожане, якутяне, не оставайтесь равнодушными. Подойдите, спросите у ребенка, может быть, действительно ему нужна ваша помощь. Может, он потерялся, и вы реально спасете чью-то жизнь. Елена Бочкарева, Николай Необутов, Джулстан Трофимов. Специально для ИСИА.